Сила воли имеет огромное значение в жизни человека. От нее зависят здоровье, материальное благополучие, достижения в учебе, продвижение по карьерной лестнице, успехи в бизнесе, семейное счастье. Но зачастую многим из нас не хватает этого чудесного качества. Мы теряем контроль над своим разумом и позволяем чувствам брать верх, тем самым разрушая свою жизнь. О том, как выработать силу воли, научиться самообладанию и развить свой мозг, пойдет разговор в этой книге. Вы найдете не только интересные факты о том, как сила воли помогла людям справиться с жизненными проблемами, но и полезные практические упражнения. Военные психологи развитию силы воли уделяют большое значение. Спецслужбы накопили большой опыт в подготовке своих сотрудников. Автор предлагает воспользоваться их методиками и применить их в обычной жизни. Развитая сила воли поможет вам стать свободным, независимым и уравновешенным человеком, добиться поставленных целей и сделать свою жизнь такой, какой вы ее желаете видеть. Глава первая. Что такое сила воли? Наша личность – это сад, а наша воля – его садовник. Уильям Шекспир. Лишь когда в человеке взыграют его душевные силы, он истинно жив для себя и для других. Только когда его душа раскалена и пылает, становится она зримым образом. Стефан Цвейк. Волю считают одним из самых сильных человеческих качеств. Именно от нее зависит наше финансовое положение, физическое и духовное здоровье, отношения с окружающими, карьера. Сила воли просто необходима современному человеку, чтобы добиться в жизни определенных высот. Но что же это такое сила воли? Волю очень часто соотносят с сильным характером, мужеством, решительностью, настойчивостью, терпением, выдержкой, смелостью, целенаправленностью, самоконтролем. Иногда волю даже сравнивают со свободой. Воля – предмет споров, ученых, психологов, философов вот уже на протяжении многих веков. Одни считают, что никакой силы воли нет. Есть только мотивы поступков. Другие признают ее психическим явлением. Этот спор не прекращается и по сей день. Посмотрим, что говорят о силе воли психологи. Воля – это такая психическая функция или способность индивида, которая позволяет сознательно управлять своей психикой и поступками для достижения поставленных целей или, наоборот, помогает отказаться от неверных решений или желаний. В психологии выделяют три вида воли. Свободная воля – ее еще называют духовная свобода. Таким видом воли обладают глубоко верующие люди, например, монахи. Они легко отказываются от материальных благ и посвящают свою жизнь духовному развитию. Естественная воля. Этот вид воли проявляется в свободе мышления, взглядов, выбора, поведения, суждения, поведения человека. Вынужденная воля. Этот вид воли характеризуется навязанным решением, то есть когда человеку необходимо что-то делать по необходимости из-за сложившейся ситуации. А вот так трактовали волю древние философы. Сократ сравнивал силу воли с полетом стрелы. Стрела начинает свой полет только тогда, когда выбрана мишень. Так и воля помогает совершать действия, когда намечена цель. Платон волю соотносил с целеустремленностью, правильным рассуждением или разумным стремлением. Другой древнегреческий ученый, Зенон, волю противопоставлял желанию, но все греческие ученые приписывали воле сдерживающую роль, отводя эмиссию внутренней цензуры. В психиатрии волю рассматривают как психический процесс, который включает в себя способность индивидуума к планомерной активной деятельности, направленной на удовлетворение необходимых потребностей человека. В этом процессе можно выделить следующие этапы. Потребность или желание человека. Мотивация его поведения. Осознание потребностей. Борьба мотивов. Нахождение способа реализации поставленной цели. Запуск реализации. И контроль над всем этим действием. Ученые доказали, что по наличию силы воли у человека можно предсказать его будущую жизнь. Чем крепче сила воли, тем более успешной будет личность. Данный эксперимент проводили на протяжении 40 лет. Началось все так. Исследователи предлагали маленьким детям сладости, но... Сампел complete. Ready to continue?